всем привет вы на канале Лина Лори меня зовут Лена и сегодня я хочу рассказать об уколах когда у вас одна собачка мы предположим обработать от паразитов или дать какие-то витаминки не составляет проблем и в принципе упаковка витаминов не так дорого стоит но если у вас 5 собачек или более у нас на данный момент около 50 собачек то обработать собак от паразитов уже выходит не просто в немаленькую сумму это выходит просто в огромную сумму если пользоваться стандартными средствами я хочу сегодня вам рассказать чем мы пользуемся и если у вас предположим там ну от 5 собак и больше потому что смысл открывать упаковку ради одной собачки она все равно не может долго храниться и она испортится то есть смысла нету но если у вас несколько собак то вам я думаю будет полезно это видео напишите в комментариях сколько у вас собак посмотрим много ли у нас собачников которых ни одна собака и даже если у вас одна тоже напишите будем знакомиться мне будет очень приятно если видео вам будет полезным поставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на наш канал вначале возьмем самое стандартное что должны делать все владельцы собак заводчики это обработка от паразитов сами понимаем что собаки у нас по воздуху не летают они все гуляют гуляют в местах не стерильных там где ходят воровые собаки и заразиться паразитами может каждая то есть никто от этого не страх не застрахован естественно они все это несут домой к нашим детям в наш дом и сама собака которая болеет паразитами не чувствовать себя просто превосходно поэтому существует график который утвержден ветеринарами как часто надо обрабатывать собаку от паразита лучше это делать раз в три месяца если вы живете например как мы в изоляции наши собаки редко выезжают ну вот отсюда прям большим составом собаки которые постоянно ездят на выставке там уже другая обработка то есть там это регулярно все происходит если собаки отсюда не выезжают они здесь только гуляют и в принципе здесь чужих собак нету обработку можно делать реже для щенков до трех месяцев мы пользуемся таблетками пользуемся каниквантеллом потому что мне он очень понравился когда говорят что надо менять препарат да мы меняем мы ставим эксперименты на своих собаках пользуясь другими препаратами для чего это делать во первых чтобы паразиты не привыкали к одному действующему веществу а во вторых но мы пытаемся как-то узнавать всегда все новое пробовать это и если реально это эффективно то мы это записываем себе и используем почему выбран каниквантелл каниквантелл это таблетки которые действуют буквально там на следующий день если у щенка что-то даже есть это все выйдет это проверено еще очень давно то есть я уже больше десяти лет пользуюсь препаратом когда я жила в городе до мама погуляв в городе с другими собаками приносит домой щенка возможно либо сама заболевает либо яйца глистов щенок заболеет ну это как бы считается неизрядно выходящий случай когда щенок заражается гельминтами обязательно просто надо соблюдать режим и до 3 прививки обработка от паразитов идет каждые три недели это стабильно то есть мы их не пропускаем это очень важно почему мы используем каниквантелл мы попробовали адвокат мы попробовали очень много разных препаратов и вот последний у нас например был препарат адвокат очень понравился то есть он действует все хорошо но мне не нравится срок его действия то есть это капельки которую надо как капать на холку и впитываются они и действуют уже на возможных паразитов в течение недели были взяты щенки которые живут в городе которые с большой вероятностью заражены прокапанным были адвокатом и все что было внутри весь богатый внутренний лишний мир вышел через неделю соответственно эту неделю пока препарат действовал они были заглистованы иммунитет у них терялся и например если у нас строгий график прививок то есть первая прививка у нас идет уже взрослая в два месяца за две недели до прививки щенок должен быть обработан и если мы обрабатываем щенка который болеет у которого есть в организме паразиты то есть адвокат действует через неделю и через еще одну неделю мы не можем сделать прививку потому что организм еще ослаблен поэтому нам надо препарат который дали и через день-два мы уже точно знаем что у щенка ничего нет что он здоров и дальше уже его иммунитет его иммунная система восстанавливается если что-то было чтоб можно было сделать прививку и прививка подействовала прививки не действуют если ну как бы большая вероятность того что иммунитет не среагирует так как надо если собака заражена паразитами поэтому мы выбрали кониквантел помогает помогает в стопроцентных случаях если мы брали другие таблетки то есть как мы проверяем помогает или нет мы берем экспериментальных собак чаще всего это собаки которые живут в городе мы даем таблеточку потом ждем две недели даем кониквантел и если за две недели у них выходят взрослые особи то значит как бы за две недели до взрослого вырасти невозможно паразиту соответственно тот препарат он не подействовал правда ну это не совсем хорошо для щенков но мне надо точно знать чтоб мои собаки сто процентов были здоровые сто процентов были чистые после трех месяцев собака можно делать в инъекциях мы берем эвермек или иногда эпермек у меня сейчас эвермек действующее вещество эвермектин он у нас зарекомендовал себя очень хорошо я знаю что собаки после него остаются чистые мы даем собакам рубец прям не вареный и естественно у коров в желудке может быть очень много богатый внутренний мир как я это называю и после эвермектина все что есть мы смотрим выходит не выходит иногда повторяем то есть если вышло реально что-то было то обработку надо повторить но чаще всего у нас все хорошо с одного раза все все бывает чисто и хорошо такой упаковочки хватит на обработку пятидесяти собак то есть тут надо я сейчас наизусть не помню один миллилитр на 33 килограмма то есть соответственно мы берем по кубику собакам хаски в принципе этого хватает маломута мы делаем это полтора кубика тут 100 миллилитров упаковка стоит 500 рублей 499 рублей стоит вот эта бутылочка вообще прекрасно на раз обработать всех наших собак хватает одной бутылочки 500 рублей за раз очень удобно что еще собак надо обрабатывать каждые три месяца это собак живущих в городе у нас собаки которые ездят на выставке которые выезжают например там на соревнования да там идет обработка почаще собаки которые здесь живут и они не выезжают ну вот собака за год не участвует ни в гонках не в выездных гонках то есть она здесь живет здесь у нас чисто дворовых собак у нас здесь нет территории у нас охраняется нашими мальчиками и к нам не проникают на территорию чужие животные мы обрабатываем раз в полгода мы обрабатываем когда заморозок то есть это ноябрь месяц и весной перед сезоном клещей мы тоже обрабатываем в принципе этого хватает если собаки активно едят рубец то есть мы не разово это дали а хорошо кормим рубцом то да мы обрабатываем каждые три месяца как полагается это первый препарат который вот мы используем в инъекции второй препарат это тетрамак есть три вид тетра вид препараты которая содержит витамин а е и d3 ну d3 я думаю не буду рассказывать для чего нужен вперед формирование скелета вперед роста собаки то есть до полугода до года мы полем тетрамак его достаточно колоть раз в неделю по кубику ну вот тут показания идут всех всех домашних животных и собак тоже ну как я уже сказала витамин d3 очень нужен для формирования скелета щенков и поэтому самый такой хороший препарат без него мы не обходимся если щенки конечно уезжают новые дома там они гуляют но у нас мы находимся в кировской области эта область считается северная уже у нас есть северный коэффициент солнце нас радует не очень часто поэтому данные данные витаминки я считаю это витаминками ну тут витамин а е и d3 кстати витамин а е дают хорошую шерсть поэтому если собачка взрослая но она не обрастает так как люди хотят этого то есть бывает такая шерсть от батареи там ну грешат на батареи там в городах шерсть становится тусклая шерсть такая не очень густая это не потому что в квартире живет собака это потому что чего-то не хватает в организме даже в квартирах савать у вас хорошей красивой шерстью и еще скажу что шерсть не должна осыпаться постоянно если собака живет в доме и дома постоянно валяется шерсть то есть она пролиняла outset все равно валяется живете полгода и полгода на полу лежить шерсть это неправильное карпление нехватки каких-то веществ мисчерст мне должна валяться неважно где живет собака на улице или в квартире и еще один препарат мы раньше использовали нуклеопептид он подешевле он хорошо помогает я им вполне довольна но сейчас мы перешли на катазал мне тоже он нравится это препарат для наращивания мышечной массы для восстановления животных например собачка после родов после кормления бывают организм истощен даже если она не худая но она в линке ей нужно восстановление мышц у нее бывает меньше потому что они меньше двигаются у нас они такие очень заботливые мамы если мы вяжем собаку то собака сидит со щенками переживает за них и поэтому таким собакам ослабленным мы полем катазал также мы это делаем щенкам вперед линьки юниорскую линьку когда собака совсем лысая такие бывают они и собакам в начале сезона именно визды которые будут таскать упряжки которые рабочие собаки для улучшения набора мышечной массы чтобы собаки не было сложно чтоб собака быстрее восстанавливалась катазал я колю вот тут я уже набрала сейчас угольчик пять кубиков у нас ну тут можно от одного до пяти собакам почему 5 у нас есть собачка сейчас новенькая у нее очень не то чтобы мало мышечной массы и и нет вообще собака очень худая и собака с очень плохой шерстью вчера у нас были посетители пришел дяденька и стояла снимал именно эту собаку я подошла ну то есть хотел рассказать как мы жестоко обращаемся с собачками ну вот вот вокруг 50 собак они все толстые и упитанные и с прекрасной шерстью а это собака одна худенькая мы что как бы ее недолюбливаем одну что ли то есть если собака нам не знаю чтоб у нас собака не нравилось ли мы ее не любили у нас нет каких собак мы любим всех вот почему она такая потому что она к нам попалась всем еще недавно мы ее еще откармливаем и просто стандартный режим кормления усиленного кормления увеличения калорий не подействовал то есть она вширь не пошла там неделя-две она не толстеет сейчас у нее будет как раз курс катазала потому что что-то там у нее нарушена хотя все анализы крови печень поджелудочные у нее все в порядке ну вот она не хочет у нас толстеть поэтому мы и будем колоть данный препарат чтобы она быстрее восстановилась еще у нас есть дома собачка у которой нету шерсти на шея собака забрана была забрана волонтерами из-за очень жестоких условий она сидела прикованная к батарее большую часть жизни она сидела прикованных батареи два года своей жизни вот естественно ошейник был кожаный видно широкий и она вытерла просто кожа настолько была гладенькая что там не было даже кучочков полу волос она не была травмированная но видно так уже вытерлась кожа чтобы волосяные луковицы перестали восстанавливаться шерсть перестала расти эта собака жила год волонтеров к нам она приехала в декабре то есть у нас у нас она живет всего полгода и про нее я сниму отдельное видео потому что сейчас через полгода только у нее вот такой маленький пушок по шее все-таки начал расти к чему это я потому что был проколот курс витаминов у нее тоже как бы хорошее очень кормление но чего-то все таки не хватало либо просто прошел стресс как мне говорят ветеринары она успокоился она поняла что ее не дергают любят и сейчас эта собачка у нас обрастет я очень рада этим я похвастаюсь сниму отдельное видео про нее ну и вообще про наших собачек отказных что еще какие-то витамины мы добавляем в воду я беру водный раствор то есть мы добавляем скажу по секрету мы добавляем хиловид это продается во всех ветеринарных аптеках очень хорошая с цинком кстати если ваши собачки на локтях пустые такие но мозоли нет ой она спит на полу у нее вытирается из-за этого мозол не из-за этого это из-за нехватка цинка и если вы будете капать хиловид то большая вероятность того что локти зарастут у нас даже собаки которые живут в вверх там все-таки хоть и опилки но пол деревянный у собак таких протертостей не бывают потому что до силовид мы даем то есть у нас есть график там предположим раз в полгода месяц мы даем какие-то витамины еще есть одни витамины очень хорошие в жидкой форме витамины для цыплят называется чиктоник мы их тоже капаем воду собачкам но это в принципе для поддержания шерсти сейчас лето меняют все и чтобы быстрее пошла лейка потому что если сыплется месяц-два это постоянная шерсть это и не красиво и мешает постоянно хочется прибираться ты вычислил через день она снова полезно снова что-то из неё выпало это все нехорошо и если у вас собака живет в доме у собаки не должно сыпаться постоянной шерсти То есть шерсть должна, линька должна проходить примерно месяц. Если у вас собака живет полгода, и полгода у вас в квартире какие-то шерстяные клубы летают, это что-то не хватает собаке. Неважно, если у вас отопление, либо там в квартире, люди говорят, ой, она у меня в квартире живет, поэтому шерсть плохая, шерсть тусклая, из-за отопления, из-за жары нет в квартирах. Шерсть тоже может быть красивой, шерсть может быть шоушной, блестящей. Собака должна быть хорошо одета, и собака не должна сыпаться. К кошкам это тоже относится, если от кошки постоянно везде летит шерсть, значит кормление у кошки неправильно, чего-то ей не хватает. Если вам были полезны мои советы, поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Мы идем с нашей целью к тысяче подписчиков. Будем очень признательны, если вы посоветуете наше видео своим друзьям. Если у вас есть какие-то советы для наших собачек, какие-то еще препараты, пишите в комментариях, это обсудим. Пишите, сколько у вас собак в комментариях. Будем дружить. И до скорых встреч. Всем пока!